на коре тут спросили меня не меня вообще по поводу там если в германии бедные люди или люди которые не могут позволить себе простейшие вещи типа машины и дома вот что я могу сказать простейшие вещи да в германии вы получаете социал если что если вы потеряли работу вы получаете вонгельт это деньги на квартиру если вам не хватает этих денег там оплатить за квартиру вы получаете детские деньги там 180 или 190 евро если у вас дети есть короче там билеты может быть получаете дешевле если вы на социале и реально имеет иногда не имеет смысла даже работать потому что сидя на социале вы по сути дела получаете больше денег за вас заплатят за квартиру и дают еще там 300 400 евро покушать может быть там съездить в отпуск но в отпуск за эти деньги не съездишь но если накопить что принципе можно съездить вот ну но есть проблема все это платится если у вас есть адрес а вот я вот когда задумался о возвращении в германии иногда проходит такие мысли потому что тут с работы конечно глухо пока что если у тебя нету адреса то тебе ничего не положено если у тебя нету работы то ты по сути дело фиг там найдешь какую-то квартиру снять вот то есть получается замкнутый круг тебе надо найти каких-то людей которые тебя пропишут они прописать могут только если они имеют эту квартиру либо должны сходить к фирмитру это лендлорд и вместе с ним ты должен сходить бюргерам ты там зарегистрироваться ну короче говоря ты все это дело сделать не можешь и возникает проблема то есть у тебя нету адреса ты не можешь ничего получать и тебе не могут оплатить квартиру и так далее по сути дела очень много народа так кто имел хорошую квартиру потом вдруг потерял работу и потом вдруг там не смог в течение там года допустим найти что-то другое вот ему говорят съезжай с квартиры а он собственно ее не может платить потому что платят там какая-то норма допустим не за 45 метров а у него допустим 100 метров было вот и он получается выезжает найти новое ничего не может и все оказывается на улице а на улице тоже не нет нигде не зарегистрирован и по сути дела тебе никто ничего не обязан по сути сделать становишься бомжом а вот австралия здесь если идете себе где я уже не помню по моему сейчас вроде это проблема решила но возле очень многих банков валяется очень много бездомных здесь то есть здесь еще жестче система здесь по сути дела я так понял социала вообще не на что не хватает а вот разве что там снимешь какую-нибудь комнату в каком-нибудь арабском районе за 150 евро чудовару неделю то может быть ты там что-то еще проживешь как-то так что бедные есть ну и плюс то же самое в германии очень много народу зарабатывает 400 евро что такое 400 евро 400 евро это вы должны запустите за квартиру плюс к этой квартире прилагается всякое еще электричество может быть интернет еще какая-нибудь фигня там гейтсет это налог за телевидение платится обычно нас квартал где-то вы платите потом еще в конце года происходит перерасчет за отопление там или за электричество и может вам еще придется заплатить еще а если у вас квартира была холодная то вам придется по-любому платить и придется местами тысячу а то и две евро заплатить но это представьте с такой зарплатой то есть вы не потянете вообще никак то есть вы работаете вы можете по конечно получаете вот этот вон гель помощь на квартиру но вам вы можете по сути дела и не работать и тоже получать все эти деньги ну и плюс таких вот денег обычно налоги насколько я помню не платится там по-моему буквально пару лет назад они начали пенсионные снимать с этих денег до этого не снималась вот так о чем я германии налоги очень большие я там писал если вы ну допустим получаете две с половиной брута на руки получается 1600 ну грубо говоря если там один живете то есть вы платите еще за квартиру в районе допустим 400 500 вот может быть а может быть и больше если вы допустим том же мюнхене может вы платите 1000 евро может быть если вы в какой-нибудь тюрингии вы плачете платите 150 евро или 200 но прикол том что в тюрингии с работой ну там красиво в мюнхене сработанная получше я так подоживаю очень много народу из этого мюнхена едет в но он ранен в эсфалию где они за цену этой однокомнатной квартиры могут снять трехкомнатную квартиру еще останется вот так вот то есть надо смотреть все целостно с квартирой еда принципе она одинаковая по германии так то есть если вы допустим грубо говоря получаете мюнхене 60 тысяч то эти 60 тысяч могут быть меньше чем 50 тысяч к примеру в нюрнберге гипотетический случай то есть я не знаю какая стоимость недвижим недвижимости нюрнберге ну скорее всего дешевле вот ну то есть получается такая ситуация то есть народ без высшего образования германия получает 450 тире 1200 ну обычно если там какие-нибудь водители могут еще там 1800 получать это но они выкладывают за квартиру но обычно у них семья там есть все такое то есть у некоторых работает жены некоторых нет и они выкладывают за квартиру там 700 или 1000 евро очень много немцев почему-то любят дома снимать снять дом это еще лет пять назад было в районе 1000 1200 сейчас уже наверное гораздо дороже вот я не знаю смысл этого дела то есть дом конечно хорошо снимать на хрена тогда уж лучше купить дом если уж так припекло с такими ценами вот то есть по сути дела там зарабатываешь полторы тысячи отдаешь там ну со всеми налогами там так далее тысячу на квартиру там с интернетом с электричеством с отоплением может быть с отоплением доплатами и так далее то есть грубо говоря допустим ты ты еще даешь и платишь еще там 500 600 за еду в месяц ну и попробуйте с этих денег потом чего-нибудь сэкономить вот ту же самую машину купить хотя есть очень народ без они только без высшего образования нормально тоже извините не нормально ошибка народ покупает машины за 12 20 тысяч имея доход там 1200 или 900 евро но это реальный бред не думает народ а потом еще меняет эти машины через каждые пару лет зачем то есть по сути дела вся их зарплата уходит вот этот консюмеризм потребление потреблятство а вот я когда продавал квартиру были там какие-то испанцы пришли сейчас мальчик пришли испанцы жена у него была беременная не работала естественно приехали по недавно в германии потому что по-немецки они не разговаривали с ними там был какой-то мужик из нашего района испанец родственник наверно вот этот испанец он зарабатывал по-моему полторы тысячи евро и вот он хотел эту квартиру купить ему там он говорит вот межпакаса сказала что даст кредит там на эту квартиру но прикол том что ладно она то конечно может и даст хотя очень сомневаюсь в конце концом все таки этот кредит не дали ну ладно пусть ему этот кредит дадут у него нету никаких накоплений то есть по сути дела ему надо заплатить эту цену за квартиру плюс еще где-то один с половиной процентов в нашей земле дополнительно то есть вот эту сумму взять кредит на это на эти сто одиннадцать с половиной процентов так плюс идут там какие-то проценты скорее всего так как он оплачивает не 80 процентов как обычно в германии это делается оплачивать сто десять процентов то ему проценты будут там не пол процента или один процент будут где-то в районе двух с половиной трех процентов то есть вот представьтесь эту сумму ему надо выплатить выплачивать он скорее всего без ущерба для своей семьи сможет только если он будет платить чисто проценты то есть через десять лет когда там эти проценты фиксированные закончатся и начнется нормальный процент у него все еще не будет выплачена даже малая талика этой квартиры а вот и вот такие на такой вот народ почему-то берет и покупает квартиры на фига непонятно они думают что вот я там снимаю квартиру трачу деньги какому-то дяде а если ее там куплю то я буду платить эти деньги в свою квартиру а нифига подобного я зарабатывал больше то испанца и для меня это было напряжно ведь это по сути дела в германии не так что ты там купил и забыл ну и платишь потом по кредиту вы еще дополнительно платите за электричество за отопление вы платите за хаус гельд хаус гельд это допустим грубо говоря там 300 500 евро хаус гельд это общий фонд на весь дом если чуть-то поломается то там будут ремонтировать допустим все балконы или там все трубы поменяет еще что то то есть вот такая вот сумма снимается каждый месяц то есть выбору говоря платите там 300 евро за эти хаус гельд за электричество там еще ну допустим сотню плюс вы платите еще за кредит ну в его случае допустим 300 в моем случае еще 600 было допустим вот получается по сути дела практически 1 тысяча надо отдать ну а квартира это у тебя будет собственности только лет через десять в его случае наверное через двадцать это не будет она потому что не дай бог он потеряет работу в контракте обычно стоит что если вы в течение по моему одного или двух месяцев него не платите то ваш ваша квартира или дом идет на аукцион вас конечно потом выселять будут очень долго и нудно в течение года там или двух особенно если у вас там дети маленькие то там это все растянуться может еще на пару лет вот то есть в германии с этим делом проблематично конечно особенно кстати прикол если вы квартиру покупаете с аукциона и там живут жильцы то вы мягко говоря попали потому что просто так вы знаете вы их оттуда не сможете вам на будет каким-то образом их там выселять некоторые русские нанимают мафию там чтобы по угрожали немножко этим жильцам они там сидят не тебе не платят ничего вот но ты там по идее должен им каким-то образом вручить письмо о выселении так как вам надо заехать в эту квартиру вот они обычно это все дело игнорируют и сидят там если там какие-нибудь пенсионеры или мать с детем то там мы будут сидеть вы будете платить за эту квартиру и снимать какую-нибудь другую квартиру при том что вы вроде как имеете в частной собственности чего-то вот вот такие вот приколы в германии ну еще там я отвечал по поводу бедности германии если ты там какой-нибудь отец или мать одиночка ты попал потому что ну тебе надо много смысле если ребенок у тебя маленький насколько я читал там тебе положены положено место детском садике это да по закону то есть если там тебе не дали место то ты можешь подать в суд на город или коммуну свою и тебе там что-то либо выплатят либо найдут место ну так вот в некоторых городах это все бесплатно дело некоторых платишь чего-то там евро 300 по-моему 400 за этот детский садик а в дюссельдолфе там или в больших городах там где очень много народу там обычно напряг с этими местами тебе дают четыре часа и три часа в день то есть по закону тебе дали место далее вот тот факт что с этими тремя часами ты никакую работу не найдешь никого не волнует или дадут те какой-нибудь детский садик там на другом конце города то есть тебе до этого конца города и ехать еще стою место жительства час может быть или там 40 минут а потом же тебе еще надо на работу сколько ехать а в германии там работать другом городе это как-то нормально ну и вот получается что по сути дела ты не можешь никуда устроиться на работу хотя у тебя есть вроде как детский садик и он вроде как на 50 процентов оплачивается государством хочет кстати вот цена германии по-моему в некоторых городах 4 евро в некоторых 6 евро за час за ребенка грубо говоря половина этой суммы государством оплачивается ну или если там в этом зарабатываете очень мало то может полностью оплачиваться вот так вот то есть да дешевле в германии в австралии все это стоит больше 100 долларов в день получается то есть раза полтора два как минимум дороже нет нет не полтора два больше но здесь ты в австралии по крайней мере ты можешь найти несколько детских садиков что в германии обычно не приветствуется потому что там по-моему все идет через югентамт они там тебе один детский садик дадут и все довольствуешься этим делом а здесь ты можешь несколько детских садиков найти там если дети есть ты можешь сказать там пару часов допустим еще что то здесь как-то флекси был в этом плане но ты платишь деньги